Хей, здоровы, тупо, микрофона фикс, и сегодня я продолжу развивать свою цивилизацию. Добро пожаловать в новейшую версию симулятора поселения. Если вы не смотрели прошлые три части, я, конечно, сейчас всё объясню, но настоятельно рекомендую посмотреть всё с самого начала. В этом симуляторе я настоящий король. Моя задача — развить своё поселение из этого в огромную крепость. Без моего управления мои жители будут голодать, не работать и нуждаться в защите, поэтому судьба деревни полностью зависит от меня. Напомню, что это не совсем обычный Майнкрафт. Мои жители делают всё за меня. Строят, рубят, убивают. Мне нужно лишь отдавать приказы. И в прошлой серии пару приказов я отдал. Мы добились того, что у нас в деревне очень много жителей, а именно 10. Также мои новенькие два шахтёра работают, не покладая рук. Скоро они добудут что-то ценное, я в них верю. Но пока что добывают только камень. Ну, конечно, ещё и медь. В общем, пока не густо. Так, и подождите, кто открыл калитку своими курицами? У меня все курицы сбежали. Алё, ребята, ну я для кого это всё строил-то, ё-моё? Ладно, ладно, держим в голове, что у нас миллиард яиц находится в складе нашей деревни. Нужно лишь разобраться, как их достать оттуда. Также в прошлой серии мы немного улучшили внешний вид нашей деревни. Теперь у нас есть полноценные дороги к каждому из домов и полноценная стена для защиты города. Теперь ночи нам не настолько сильно страшны, но всё-таки страшны. И сейчас я объясню почему. Я перешёл в режим управления деревней и напомню, что чтобы полноценно защищать мою деревню, одного Григория недостаточно. Кто не знает, Григорий это наш мечник. Да, бесполезный мечник, который ничего не делает. Он просто стоит на страже и всё. Чтобы моих жителей не убивали ночью, которая, кстати, вот-вот приближается, мне нужно построить лучников. А для этого мне нужно будет сделать тир. Помимо этого, также сегодня я планирую сделать так, чтобы моих жителей было не 10, а 20. 20 жителей это как будто бы идеальное число, чтобы чувствовать себя идеально. Потому что чем больше жителей, тем больше рабочих рук и тем больше всего остального. Разве что кроме еды. Патрик голоден. Время что-нибудь съесть. Ну, вообще-то прямо сейчас еда у нас есть. Так что не знаю, почему жалуется Патрик. Возможно, он работает в шахте. И, ребята, по поводу шахты поздравляю. Мы нашли наше первое железо. Боже мой, нам хоть что-то попалось. Я доволен. Если внимательно посмотреть, железо у нас просто по нулям. Вот буквально ни одного нигде нету. И наступила ночь. Как мы с вами договорились в прошлой серии, ночь до 10 дня я могу пропустить. У меня есть специальная кнопка пропустить ночь. Это сделано для того, чтобы мое поселение хоть как-то развилось. Потому что, если вы помните, во второй серии у меня умерли все. Несколько раз. Поэтому в этот раз никто у меня не погибнет. Итак, ребята, смотрите. Ваша задача сейчас добыть железо. Это во-первых. А моя задача построить тир и кучу домов, чтобы у меня было очень много лучников. Вот штуки три идеально. Правда, скорее всего, для лучников нужны стрелы. А стрелы для нас сейчас это проблема. Ведь, насколько я знаю, перьев у нас точно на складе не валяется. Ладно, со всеми проблемами мы разберемся потом. Прямо сейчас нам нужно посмотреть, что вообще требуется для того, чтобы построить тир. Итак, Ноах, ты у нас ответственный за строительство тира. Тир первого уровня, честно говоря, выглядит не так, как я себе его представлял. Это просто забор и одна пшеница. Ладно, в любом случае, нашу цель я уловил. Прямо сейчас я беру и создаю нам кучу забора. Столько, чтобы нам на всю жизнь хватило, я не знаю. 72 штуки. Да, это, конечно, не на всю жизнь, но все же хоть что-то. Давайте также сделаем одну калитку. Отлично. И теперь осталось раздобыть только пшеницу. И проблема в том, что пшеницу мы вообще не выращиваем. Может быть, нам сначала стоит вообще построить ферму? Смотрите, тут есть несколько разных. Они все требуют семена. Но самое халявное, это вот это. Правда, здесь нужно два компостера. Очевидно, чтобы перерабатывать лишние семена. Пару компостеров я сделал. А это означает, что мы готовы построить свою ферму ради того, чтобы вырастить пшеницу. Ради того, чтобы сделать тир. Вот эта цепочка. Ладно, ферму будет у нас строить не Ног, а Николас. Николас, давай. Я верю, что ты сделаешь реально крутую ферму. Вот она, большая ферма. И я думаю, что вот это место поначалу идеально подходит для фермы. Мы, конечно, могли бы поставить ее куда-то сюда, в зону нашего жилья. Но местность у нас здесь не выровнена, да. Поэтому для начала давайте выровняем саму местность. Почему у меня снова 9 жителей? Я не понял. Кто пропал? А, кто-то походу умер. А я даже не заметил. Ладно, выделяем вот этих 4 парней. И они должны мне сейчас сделать здесь идеальное место для нашей фермы. Для этого выделяем всю вот эту зону и приказываем ее выкопать. Бесщадно копать, ребята. Уничтожить все блоки на нашем пути. Вот они, вот они. Александр к нам пришел. Или он был? Я уже не уверен. В любом случае, ребята погнали работать. Работать уверенно. Я не знаю, насколько быстро они справятся, но их здесь в конце концов трое. Трое, я думаю, это довольно большое количество. И сделают они все быстро. Кстати, как там у нас дела в шахте? Ага, а шахтеры-то нашли уже не только железо. Походу я понял, как умер у меня человек. У меня умер шахтер с железной киркой. Вы что, серьезно? У меня железо в минус здесь уходит? Ладно, ладно. Из плюсов я сам могу сходить в эту шахту и добыть кучу железа вокруг. Но это место уже очень опасное для раскопок. Ребят, а вот это вас не смущает? Вы почему это не добыли, а? Патрик. Не, Патрик, это вообще не дело. Вот это прям сейчас вскопать. Куда ты пошел? Куда ты? Копай вот это место. Все, 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 не надо туда идти. Ты дурак, Патрик. Боже мой, почему они сами бегут умирать? Я вот, честно говоря, не понимаю. Пожалуйста, копай и уходи домой. Не надо. Оно тебе не нужно, Патрик. Патрик, Паук. Патрик, Патрик, Паук. Патрик, спина. Что ты? Как ты? Патрик, ты читер? Ты отсюда копаешь? Патрик, что ты делаешь? А Паук, почему Паук лезет наверх в мою деревню? Я ничего не понимаю здесь уже. Я абсолютно ничего не понимаю. Ладно, давайте еще вот это скопаем. Это очень много железа, и я смогу восместить потерю своего одного железного шахтера. И, честно говоря, даже сделать двух. Поэтому, Патрик, а не хочешь ли ты сходить в пещерку, а? В пещерку не хочешь? Ладно, Патрик, как хочешь, так хочешь. Я тебя не трогаю. Если что, я ничего тебе не говорю. Я уверен, Патрик сам разберется с тем, что ему делать. А мы, вообще-то, остановились на том, что выравнивали территорию, и наши пацаны почти закончили работать. Без минусов, скоро ночь. И ночь это уже десятого дня. Я не могу ее пропустить. Поэтому, очевидно, что я не успеваю защитить свою деревню. Вот прям никак не успеваю. А еще, очевидно, что мне нужно срочно переплавить все железо, которое я добыл. А это, кстати, 10 штук. Неплохо. Ребята, давайте выравнивайте быстрее. Я вас молю. Мне нужно уже строить ферму, а потом строить тир. Почему вы так долго этим занимаетесь? Насколько я знаю, то, что они выравнивают сейчас под скалой, это мне особо не поможет. Ведь пшеница должна расти на солнце. Поэтому, давайте-ка я выберу еще кого-то. Нет, Артур, ты работай. Вот, Нох, ты у нас ленивый немножко. Возьмем в руки грязь и заделаем вот здесь вот пустое пространство. Чтобы, во-первых, здесь была ровная земля. И, во-вторых, я бы смог спокойно поставить нашу ферму. Давай-давай, Нох, у тебя много работы. Всего лишь нужно ставить блоки, ты справишься. О, боже, как же тут темно. Вот что-то вот тут факела я вообще не расставил. Я об этом вообще не задумался. У меня остались факела? Да-да, 14 штук осталось. Нужно кому-то приказать срочно поставить факела. Вы же не ушли спать, ребята. Я молю вас, пожалуйста, не надо. Вот-вот, Патрик. Ну, важно, важно. Просыпайся. Давай, надо факела поставить. Там же все без этих факелов сейчас просто откиснут. Один обязательно. Вот сюда. Патрик, ты проснулся? Ой, умница. Ой, умница. Во-первых, выжил в шахсе каким-то образом. Так еще и встал посреди ночи после всего дня работы. Давай, Патрик, от тебя сейчас вообще все зависит. Факел здесь, факел сюда, Патрик. Факелов нам нужно как можно больше. Также свою шахту, Патрик. Не забудьте ее осветить. Это тоже очень важно, потому что отсюда будут лезть пауки, я уверен. В целом, теперь эта зона выглядит получше. Осталось только доделать тут землю, что, в принципе, очень-очень легко. И, наконец-таки, можно строить нашу ферму. Александр, поскольку ты здесь, ты и будешь этим заниматься. Главное, не умри, пока я выбираю. О, черт, что? Куда пропали мои два компостера? Я не понял. Ладно, не беда, я еще скрафчу. Но это, конечно, как-то странновато. Компостеры взяли и испарились. Странно, странно. Ой-ой, у нас битва в деревне. Битва в деревне. Кто-то умер. Кто-то умер. Я не знаю, кто. Так, Григорий, почему ты АПК? Я не понимаю. Вот честное слово, Григорий. Иди помоги, ребята. Григорий пошел, но я так и не понимаю, как сделать так, чтобы он атаковал. Ну, Григорий постоял, да, посмотрел, пофотографировал. Все, Григорий, ты стоишь здесь на страже порядка. Понял меня? Так, Александр, далеко не уходим. Я говорю, далеко не уходим. Куда ты пошел уже сражаться? Нет, я срочно приказываю ему строить ферму. Иначе он там просто сейчас откиснет. Не самый удачный ракурс я выбрал, конечно. Но ферма здесь смещается вообще спокойно. И я бы поставил ее как-нибудь вот так. Все, Александр, бежать. Ты же не умер там. Александр, боже мой. А ферму кто строить будет? Григорий, может, ты построишь, а? Ребята, вот оно началось. Адская ночь. Я не знаю, как сделать так, чтобы у моих жителей было оружие у всех. Но по три зомби просто бегут и набаливаются на моих ребят. Давайте попробую скрафтить, не знаю, побольше мечей каменных. Может быть, это им поможет. Они смогут защищаться хоть как-то. Еще кто-то умер. Михаил умер. Карл, нет. Ну ты-то куда? Карл. Карл Джереми. Лоуренс, куда вы идете против троих зомби с руками сражаться, когда вы не умеете? По вам видно. Да, ребята, к следующей серии мне срочно нужен будет совет, как сделать так, чтобы они так вот не умирали. Но на самом деле я уверен, что он может быть мне и не понадобится, потому что я сделал лучников. Но вот то, что сейчас происходит, это полная жесть. Мне буквально даже некому строить то, что я хочу построить. Единственные ребята, которые выжили, они вообще где? А я и не знаю. Я не знаю, где мои жители ходят. Они, ну, где-то ходят, да. А, вот, Артур спит. Артур спит, это хорошо. Вот, Николас. Блин, ну я не буду, наверное, их уже тревожить. Они спят в своих домах. Они защищены. Кстати, в большом доме, по идее, у нас должны жители спать. Тут же все-таки 4 места, да? И да, Ног тоже живой. Джастин живой. Отлично. А вот на втором этаже у нас пустовато, да. Жителей пока не хватает. Но главное, что Ног и Артур живы. Что ж, по всей видимости, чтобы построить ферму и, наконец-таки, тир, мне придется подождать до утра. Ну и, наконец, утро наступило. Что ж, Мэтью, ты хоть и только что пришел в нашу деревню, сразу ответственное задание. Во-первых, ребят, не сражайтесь там, спасибо. Во-вторых, Мэтью, ты у нас строишь, наконец-таки, нашу ферму. Боже, сколько сил я на нее потратил. Хотя бы сейчас она уже будет готова. Поехали. Мэтью, давай, давай, давай. Побежал, побежал работать. Ну, смотрите, строит он довольно быстро. И пшеница сразу появляется готовая. Чего? Вот этого я не ожидал. А это означает, что я прямо с лету сейчас смогу сделать себе то, что мне нужно. А именно, тир для лучников. И нанять себе лучников. Но мне также нужно построить еще очень много домов, чтобы жителей было сильно больше. Да, опять же, понятное дело, они будут и еды больше расходовать. Но все равно приятно. Так, у нас тут парочка людей умерла с наших профессий. У меня ноль шахтеров. В каком-то смысле это хорошо, потому что я сделаю сразу двух железных. Поэтому давайте, во-первых, того, кто крафтит. Того, кто переплавляет. И фермер. Посмотрите, появился фермер. Сразу фермера давайте. Неужели у нас будет добыча еды? Я в шоке. О, черт, он уже добывает. Подожди, 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 подожди. Мне, мне нужно, мне нужно немножко сена. Стой. Скрафтить срочно, срочно. Один блок скрафтить. Все, хорошо успел. Остальное можешь на хлеб переводить. Делай, что хочешь. Кстати, ног стал фермером. Поздравляю, мужик. Ты поднялся. Вот ты реально хорош. Окей, проблемы с едой потихоньку уходят на второй план. Еще и воду сами сюда поставили. Ой, ты молодцы. У меня есть. И сделать, честно говоря, я хочу его где-нибудь здесь. Потому что тут у нас и так уже много строений. Скоро влезать ничего не будет. Поэтому давайте поставим наш тир куда-нибудь, ну, вот сюда. Так, вот он тир. И просто размещаем его тут. Я думаю, это, в принципе, нормальное место для тира. Главное, чтобы было. Пока строится тир, я сразу хотел бы построить еще один вот такой вот здоровый дом. Мне нужна прям жилая зона с жителями, чтобы они начинали развиваться. В теории, этот дом влезет у меня сюда, если всю эту территорию выровнять. Поэтому мне нужно побольше людей. Так, ребята. Уж извините, если кто занят был делом, но выделяю почти всех. Эту территорию нужно сделать ровной. Знаете, я нашел такой маленький лайфхак, как сделать это побыстрее. Ставим блок вот сюда. Сейчас кто-то один пошел его ставить. Отлично. Снова выделяем вообще всех ребят. И смотрите, с помощью этого блока я могу начать выделение. То есть выбираю этот блок. И как-нибудь, наверное, вот так. Все, идеально. Теперь они снесут ровно то, что мне нужно. Ребята, все деревни сейчас будут работать вместе. Такого я еще, конечно, не делал. Обычно по одному, по два человека работают. Но тут прям все, прям все фигачут. Ну, конечно, у меня тут стоит Григорий. Артур занимается своим делом, то есть добычей еды. И кто-то там еще просто гуляет. Реймонд. Ну, он строил у нас тиры и, кстати, построил. Давайте посмотрим, что нужно для того, чтобы нанять себе, наконец, лучника. Вот они, лучники. И один лук и 32 стрелы. Серьезно? Это, блин, очень дорого. Ну, именно стрелы. Откуда я их возьму вообще? Так, у нас появились новые проблемы, да. Ладно, давайте хотя бы проверим, пока могу ли я построить большой дом. И нет, кажется, не могу. Для него мне нужен стундук, стекло и дерево. Ого, у меня кончилось дерево. Вот это неожиданно. Извини меня, Реймонд, но тебе сейчас придется вырубить остатки нашего леса, что ли. Как минимум, вот эти деревья, которые стоят здесь уже тучу лет, да. Удачи, Реймонд. Ой, дождь пошел, блин. Это мне не нравится. То, что пошел дождь, это очень плохой знак. Как минимум, мои парни теперь работают под дождем. А как максимум, теперь могут заспавниться мобы. Вон, паук уже появился. А я еще совсем не готов защищаться. Ну вот реально, абсолютно не готов. Да, тир построен, но ресурсов, чтобы нанять лучников, у меня просто нету. Еще, скорее всего, они и стрелы будут тратить, поэтому нужно еще и сверху их добыть. Короче, мне нужно масштабное производство стрел. Не знаю как, но нужно. А еще я бы хотел уволить Григория. Вот, вот честно, я бы с радостью его уволил. Ну вот как мне это сделать? Мне почему-то каждый раз пишется, что я не могу уволить. И на самом деле мне это очень много чего ломает. Так, Григорий, у меня есть одна идейка. А ну, давай-ка ты пойдешь у нас. А вот, вот сюда пойдешь. Давай, Григорий. Вот, потопал, потопал. Ну, давай, разберись там с монстрами. Посмотрим, как ты сражаешься один на один, кстати. Может быть, ты все-таки не бесполезный. В любом случае, одни плюсы. Либо мы узнаем, что Григорий что-то может. Либо Григорий покинет нашу деревню. И у нас, наконец, будет плюс один полезный. Он сражается. Он сражается. Он что-то может, ребята. Григорий, давай. Григорий, я теперь за тебя. Григорий. Прости меня, Григорий. Все это время я думал, что ты был бесполезным. Но ты был немного полезным. Ладно, тем временем, мои ребята уже почти раскопали всю нашу зону. Вместо Григория в нашей деревне появился Скотт. Скотт, привет, здорово, Скотт. А наша ферма потихоньку растет, что не может не радовать. Из минусов, наша шахта до сих пор заброшена. И теперь туда пойти могу разве что я, потому что там очень опасно. И я уверен, что потеряю кучу жителей, если не отправлю с ними охрану. А охраны пока что у меня не наблюдается. Вот не хотел я этого говорить, ребята, но кажется, снова настали смутные времена. Но ничего, мы со всем разберемся. Ребят, вы тут работаете вообще? Почему вы встали? У вас что, какие-то планы? Я не понимаю. Вы ждете, пока Генри свою часть закончит? Так он один, это год заканчивать будет. Нет, давайте так. Ваш приказ я отменяю. Распускаю вас, чтобы вы отлагали. И вы сейчас мне вот это вот все докапываете. Никто вот эту штуку не оставляет. Ой-ой-ой, Роберт, Роберт, ты двух криперов сюда видишь? Роберт, не надо, Роберт. Фух, ну ладно, хотя бы мои строения не задело, но вот стену сейчас взорвать вполне себе может. Поэтому не надо, Роберт, не надо, Роберт, не надо. Что ж вы делаете-то, ребята? Вы сумасшедшие какие, два кри... О, да что за дождь вообще посреди дня? Сейчас этот день кончится, дождь кончится, еще и ночь начнется. Я, я не знаю, это очень тяжело. Они все побежали сюда. Неужели я плохо дал приказ, ребят? Вам нужно вот это вот сломать. Вот это вот вам расфигачить надо. Чем вы занимаетесь? Артур, ты-то, пожалуйста, одумайся. Ладно, Роберт, Роберт погиб. И три моих парня сейчас сражаются с тремя зомби. Пожалуйста, Джастин, ну ты, Джастин, Джастин тоже погиб. Нет, боже мой, ну почему каждый день такой? Я не понимаю. Вон там еще три зомби. Здесь у нас жители ходят. Пожалуйста, ребята, вы хотя бы, вы. Ну доделайте мой приказ. Ну я же вам сколько раз уже говорю, сломайте вот эту штуку. Малю вас. Ладно, хоть кто-то начал этим заниматься. Я доволен. Может, нам какой-то обряд нужно провести, чтобы дождь закончился. Я не знаю, иначе это выглядит так, как будто невозможно. Очень сложно, очень сложно. У меня снова нет людей, которые будут крафтить, которые будут переплавлять. Нанимаю их. Ну, шахтеров как не было, так и нету. У нас Аарон стал крафтищим челом. Он заслужил. Он единственный слушается моих, блин, приказов здесь. И так и быть, я не буду ничего крафтить, пока он не закончит копать. А то мало ли еще у него что-то там заглючит. Два приказа в голове, это слишком много. Поэтому сейчас Аарон докопает, и я скрафчу все, что мне нужно для еще одного гигантского дома. Чтобы жителей у меня было просто настолько много, что они передавливают эту толпу зомби, криперов и лучников. Вот вы представьте, три зомби идут, и на них 20 жителей. О, вот это мне больше нравится. А пока что, ребята, я тут осознал, что на самом деле воин-то был не бесполезен. По примеру Григория, мы это и правда поняли. Поэтому я сейчас хочу нанять себе двух воинов. Да, два воина это больше, чем один. И поэтому первый воин Михаил, и второй воин Джеймс. Ребята, вы были созданы, чтобы служить этой деревне. Ваша задача не подпускать вообще никого сюда, понятно вам? Ну, честно говоря, надеюсь, что они поняли, они просто болтают, как на последней парте. В любом случае, Аарон почти закончил копать. Я несказанно рад, потому что это почему-то очень долго. Я всех жителей отправил сюда выравнивать эту территорию, и все равно это заняло очень много времени. Также, я думаю, в дальнейшем надо будет усилить нашу защиту, а именно вот эту стену. Потому что пока что она не особо-то нас и спасает. Нужно как-то ее поднять выше, вот так огородить всю эту местность и закрыть ее здесь. Еще и вот здесь провести, потому что тут ходят зомби. Только тогда я буду чувствовать вот этот элитный район в более-менее какой-то безопасности. И последний блок Аарон, давай ты сможешь. Молодец! Хорошо, вот теперь выглядит неплохо. Под два дома как будто места даже хватает. Прямо сейчас создаю стеклянные панели в большом объеме. Также, насколько помню, мне нужны факела, поэтому трачу на это вообще весь уголь. Больше уголь мне здесь ни для чего не нужен. Переплавлять я могу и деревом. И подождите, что по поводу дерева-то? Ааа, он его не добыл. У нас сейчас, ребята, нету дерева. Более того, сейчас не то чтобы дождь. Сейчас ночь плюс дождь. И дерево добывать, это точно плохая идея. О, Патрик, 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 ты вернулся, Патрик? Что ты делаешь? Ты радуешься? Ну, наверное, да. Окей, старые люди снова посещают нас. И, короче, нам нужно каким-то образом сейчас добыть дерево. Не знаю каким, но надо. Возможно, у нас, конечно, есть непереработанное. Нет, вот одно дубовое бревно только. 210 просто дерева. Но, напоминаю, чтобы скрафтить большой дом, нам нужны именно бревна. В общем, я тихо и мирно подождал, пока наступит утро. Дождь наконец кончился. Утро наконец наступило. И теперь я могу отправить кучу людей рубить деревья. А деревья нам нужны, вы сами знаете почему. Поэтому сейчас я отправляю каждого свободного жителя моей деревни рубить бревна. Марк, я понимаю, ты вообще без здоровья. Но нам нужны бревна. И в большом количестве. Иди руби. В общем, бревна сейчас рубятся. Дрова мутятся. У нас, кстати, 178 саженцев дуба. И я предлагаю их снова засадить. Сделать прям громадную зону с лесом. Засаживать у нас их будет Мэтью. И Мэтью надо подобрать тебе идеальное место. Вот это, в принципе, недалеко от нашей деревни. Здесь может вырасти много деревьев. Поэтому, Мэтью, иди и засаживай. Так, не знаю, что случилось. Но после ночи они у меня почему-то особо ленивые. А блок ты сломаешь хотя бы, а? Даже блок ломать не хочешь. Нифига себе, Мэтью. Ладно, у меня есть теория, как это исправить. Прямо сейчас я отменяю вообще все приказы. Вы все теперь ничего не делаете. Вот, Мэтью точно ничего не делает. И давай попробуем. Мэтью, сломай этот блок. Отлично, все, они заработали. Хорошо, Мэтью, напоминаю. Тебе нужно посадить здесь очень много деревьев. Вот столько. Иди работай. Остальные у нас, по идее, добывали дерево. И добыли 65 дубовых бревен. Это, честно говоря, маловато. Так, вы втроем, ребята. Вы должны рубить деревья. Деревьев очень мало, особенно дуба. Вы уже пол леса срубили. Но этого все равно нам не хватает для наших целей. Поэтому рубите еще пол леса, давайте. Не знаю почему, но они в моменте у меня резко обленились. Но Мэтью прямо сейчас зарождает для нас место, где у нас будет колоссальная добыча дерева. По примеру того, где мы засадили деревья в прошлый раз, здесь вырастет гигантский дуб. Который срубить будет вообще в кайф. Женечка растет, но за ней следит. И, в общем, потихоньку дела хоть как-то идут. Но, ребята, я чувствую, что у меня прямо сейчас имеется проблема со стрелами. Если вы напишите мне в комментариях совет, откуда мне раздобыть стрелы, я буду очень благодарен. А пока что моя главная задача все-таки сделать так, чтобы жителей в моей деревне было сильно больше. Мэтью деревья засадил. Молодец, уже первая даже выросла. Окей. Так, Патрик, ты у меня будешь ответственным за постройку нового гигантского дома. Нам с тобой надо лишь понять, хватает ли мне. И мне пока что хватает на маленькие. А, нужен один сундук и все. Так, замечательно. Один сундук я сейчас спокойно сделаю. Вот, готово. Выделяем Патрика. И кто тебе поможет? Ну, пускай ног тебе поможет. Он все равно сейчас ничем не занимается. И давайте, ребята. Ваша задача сейчас построить здесь здоровенный дом. У меня их тут чуть ли не три вместится. Ну, давайте построим его. Вот здесь у нас будет первый. Оп, ребята, погнали, погнали. Строительство пошло. Ой, по-моему, я выделил даже побольше, ребят. Ну, и отлично, так будет быстрее. Все-таки для будущего дом строите, а не просто так. Ой, молодцы, ребята. Ой, работают. Ой, умницы. Готово. Ну, ребята, красавцы. Они построили дом очень быстро. Дорожку мы потом к общей дороге приведем. Но сейчас не это главное. Главное, что мне пришла идея, как я могу сделать кучу-кучу куриц в моем загоне. Если вы верно помните, а вы, скорее всего, помните, у меня есть куча яиц в моем распоряжении нашей деревни. Но проблема в том, что достать из склада деревни я их не могу. И ко мне пришла идея. Как вы видите, у меня в руке факел и у меня в руке земля. Это означает, что перейдя в режим управления, я могу зайти в инвентарь, найти наши яйца и по одному их раскладывать. Да, вот такой, собственно, мой план. Затем я перехожу в режим выживания и выкидываю все эти яйца. Один курятин есть, окей, повезло. Конечно, делать я это буду очень-очень-очень долго, но что поделать. В общем, прошло много времени и я успел сделать вот столько вот цыплят. Вы можете меня поздравить, но кое-что случилось. Пока я раскидывал яйца, один раз я случайно попал в одного из своих жителей. И теперь они невероятно злые и хотят мне отомстить. Аж четвером. Честно говоря, я не знаю, что с этим делать, потому что они строятся за мной аж до космоса, лишь бы меня ударить. Аарон, ну разве я был тебе не братком, я не понимаю. Ну что вы делаете, ребята? И, честно говоря, я не знаю, что с этим делать. Я уже попытался и мирную сложность на секунду врубить, и что угодно это не помогает. Поэтому, ребята, также надеюсь на ваш совет в комментариях, а то они вот прям хотят меня убить. Если вы не верите, показываю. Вот они меня уничтожают. И из плюсов у нас уже 14 жителей. Этот дом реально сработал. Если я построю еще парочку таких, то жителей у меня будет 22 штуки. А это именно то, чего я и добивался. Поэтому, ребята, опять же, очень рассчитываю на ваши советы в комментариях. И если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжалась, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Только так я смогу понять, интересно вам вообще это или нет. А у микрофона был Фикс. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok